Сотни тысяч россиян возвращаются калеками с войны в Украине. На федеральных каналах пропагандисты рассказывают, что власть окружает ампутантов вниманием и заботой. Но так ли это на самом деле? Реальная история несчастных военных преступников в нашем эфире. Российское телевидение заполонили сюжеты о героях, которые едут защищать родину в Украину. Почему-то никто из репортеров не вспоминает, что это Россия напала на Украину и защищаются украинцы. Как это делал бы любой народ, на который напали. Всем, кто смотрит эти пропагандистские сюжеты, полезно посмотреть видео, показывающие другую сторону телевизионного победобесия. Друзья, привет! Сегодня покажу как бы свое хобби. Этот молодой мужчина по вечерам играет в World of Tanks. Специально придумал вот такие педальки. Это вот вперед, назад, влево, право. Мне друг помог их собрать в гараже. Если ты потенциальный призывник и уже готов убивать украинцев, внимательно посмотри это видео. Возможно, оно тебе пригодится и ты почерпнешь из него, как приспособить клавиатуру под игру на компьютере, если у тебя нет рук и ног. Вот так я целюсь. Вот. Ну, два покручу, покажу. Типа стреляю, целюсь тут. Переключаю велкомплекты, чтобы было понятно. Вот. Ну, у меня тут есть всякие фигурки, танки. Вот. Статуэтка в бой. По документам на 160 миллионов, меньше тысячи обладают статуэткой. Ну, и все таки. Портфель даже с World of Tanks. Вот. Всем огромное спасибо. Всем удачи. Танкистам привет. Это видео, конечно, не покажут по Первому каналу России. Зато расскажут, как, отправившись воевать, можно получить такой потрясающий для самой богатой в мире страны бонус. Электричество в дом. Два дома, две семьи, практически соседи. В обеих весной этого года мужчины отправились в зону СВО. Буквально месяц назад в обеих семьях вновь произошли одинаковые события. В их домах появилось долгожданное электричество. Ничего, что обоих мужчин привезут домой в ящиках. Или они сами приедут, но на костылях. Зато праздник-то какой. Электричество круглые сутки. Цивилизация. Теперь в доме тихо. Можно включить все электроприборы и бытовую технику. И не на два часа, как месяц назад. Весной этого года муж Татьяна отправился на спецоперацию. В мае подписал контракт с Минобороны. Мы очень-очень рады. Теперь у нас полная цивилизация. А вот еще один защитник России в далекой Украине. Его зовут Николай Суворов. У него четверо детей. Первым делом, чтобы у нас Великий Устюг, город Сокол, Вологда были всегда, как вам лучше сказать-то, чтобы они жили в спокойствии. Полностью идти в армию. Чтобы защищать свою родину, своих родных, близких. Судя по его виду, ему нужно защищать своих детей от нищеты и плохого питания. Но он решил отправиться воевать в Украину. До которой от его родного Великого Устюга 1800 километров. Кстати, этот сюжет называется «Я сделал свой выбор». Пророческое название. В конце октября 36-летний житель Стриги Николай Суворов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Через три недели он погиб. У Стюжанина осталось четверо маленьких детей. Старшему всего 10 лет. Сперва этого человека российская власть сделала нищим. А потом предложила за 200 тысяч в месяц поехать убивать украинцев. Теперь у него осталось четверо детей, которых его жена будет растить одна. Но у бессменного президента уже есть на них виды. Он только начал воевать. Солдаты ему нужны. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек, детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Хорошо бы еще российским пропагандистам, которые почему-то называют себя журналистами, взять интервью у этой женщины. Она россиянка. Это подлость. Так покупать народ, зная, что государству необходимо кого-то убивать. И люди, сельские жители, которые не могут из себя найти работы, они сколачиваются. 50-летний мужике, 57 одному такому, да, и он поехал убивать таких же славян, как он. Вот так вот, дорогие россияне. Сперва вас загнали в нищету, а теперь показали выход. Поехать и сдохнуть в далекой Украине. Вот как бывает, если очень доверяешь свою судьбу чужим людям, которые сидят в Кремле. Поехать и сдохнуть в Кремле.